Приветствую вас, друзья! Сегодня мы затронем тему, которая уже многие годы волнует умы – НЛО и внеземные цивилизации. Но наш акцент будет на том, что об этом говорят мировые лидеры. Мы часто слышим о таинственных наблюдениях в небе и загадочных объектах. Но что происходит, когда этим начинают интересоваться главы государств? Особое внимание мы уделим Дональду Трампу. Его высказываниям и политическим шагам в отношении феномена НЛО. Начиная с середины 20 века, мировые лидеры постепенно начали обращать внимание на феномен неопознанных летающих объектов. Одним из первых, кто поделился своим опытом, был Джимми Картер, 39-й президент США. В 1969 году он увидел НЛО, когда еще не занимал пост президента. Этот случай так сильно повлиял на Картера, что он пообещал обнародовать все данные об НЛО, став президентом. Несмотря на свое обещание, во время его президентства никаких значительных публикаций по этой теме не произошло. Однако сам факт, что лидер мирового масштаба публично говорил о своих наблюдениях, привлек внимание к теме. Следующий президент, который сделал тему НЛО более открытой для обсуждения, был Барак Обама. В одном из интервью в 2021 году Обама признал, что существует множество наблюдений неопознанных объектов, происхождение которых невозможно объяснить. Он также заявил, что эти объекты вызывают серьезный интерес среди военных и разведывательных структур, поскольку они могут представлять потенциальную угрозу безопасности. Эти слова Обамы подтвердили, что правительство США занимается изучением НЛО, но остается осторожным в высказываниях по этому поводу. Среди всех лидеров, один из самых интересных в этом контексте – Дональд Трамп. Его отношения с темой НЛО были неоднозначными. Трамп стал активно обсуждать НЛО в течение своего президентского срока. В одном из интервью в 2020 году ему задали вопрос о Зоне 51 – тайной военной базе, где, по слухам, хранятся данные и объекты, связанные с НЛО. В ответ на вопрос Трамп сказал, что он был проинформирован о засекреченных данных, но добавил, «Есть очень интересные вещи, которые можно узнать, но я не скажу вам, что я знаю». В одном из других интервью Трамп упомянул, что общался с пилотами ВВС, которые рассказывали ему о своих встречах с неопознанными летающими объектами. Пилоты делились с президентом наблюдениями о круглых объектах, которые двигались с невероятной скоростью, гораздо быстрее, чем современные истребители, такие как F-22. По словам Трампа, эти пилоты – очень надежные люди, и их рассказы заслуживают внимания. Однако Трамп подчеркнул, что сам он не является сторонником теории существования инопланетян. Политическое влияние НЛО обсуждается уже не одно десятилетие. Заявления Трампа и других мировых лидеров на эту тему порождают волну интереса и споров среди населения и научного сообщества. Факты того, что высокопоставленные чиновники и военные пилоты свидетельствуют о встречах с необъяснимыми объектами, усиливают интерес к теме НЛО, переводя ее из области теории заговора в сферу реальных геополитических интересов. В 2020 году, по указанию Трампа, Пентагон был обязан подготовить и обнародовать отчет о всех известных наблюдениях НЛО. Этот отчет был опубликован в 2021 году и вызвал широкий интерес, так как в нем признавались наблюдения необъяснимых объектов, но при этом не подтверждалось существование инопланетян. Это политическое давление на военные и разведывательные структуры США стало катализатором для новых исследований НЛО. После этого отчета правительство США начало более активно работать над вопросом НЛО, предоставляя дополнительные данные и вызывая интерес как у ученых, так и у общественности. Инопланетные цивилизации и политика Тема НЛО остается одной из самых спорных и противоречивых в мировых политических кругах. Дональд Трамп, как и многие лидеры до него, старался не давать конкретных ответов по вопросу внеземных цивилизаций. Его осторожные комментарии о пилотах, которые видели НЛО, и отсутствие прямых заявлений об инопланетянах отражают подход многих мировых лидеров. Как правило, заявления такого рода делаются в контексте национальной безопасности, а не в отношении контакта с внеземными цивилизациями. Однако важно отметить, что сам факт того, что мировые лидеры обсуждают НЛО на высоком уровне, меняет отношение общества к этому вопросу. Если раньше тема НЛО считалась маргинальной, то сегодня, благодаря вниманию со стороны таких политиков, как Трамп, и обнародованным отчетам, она воспринимается более серьезно. Многие страны также начали рассекречивать свои архивы о наблюдениях НЛО, что дает намек на то, что НЛО – это не просто вымысел, а вопрос, заслуживающий более глубокого изучения. Несмотря на растущий интерес к НЛО, существует значительная часть политиков и ученых, которые считают, что большинство наблюдений можно объяснить природными явлениями или военными разработками. Некоторые эксперты утверждают, что тема НЛО используется политиками для отвлечения внимания от других важных вопросов или для разжигания страха среди населения. В частности, критики отмечают, что такие отчеты, как опубликованные Пентагоном в 2021 году, не раскрывают всей правды, а лишь создают атмосферу таинственности вокруг темы НЛО. Тем не менее, Трамп и его администрация, благодаря публикации отчета об НЛО, инициировали серьезные дискуссии о возможности существования внеземных технологий и угроз, связанных с этим. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств контактов с инопланетянами, само признание существования неопознанных объектов в небе и невозможность объяснить их происхождение стало важным шагом в направлении дальнейших исследований. Заявления Дональда Трампа и других мировых лидеров об НЛО продолжают оставаться предметом жарких дискуссий. Хотя многие утверждения о внеземных цивилизациях остаются на уровне слухов и предположений, неоспоримо одно. НЛО – это вопрос, который привлекает внимание на самом высоком уровне. Возможно, в будущем мы узнаем больше о том, что на самом деле скрывается за этими явлениями, и мировые лидеры, наконец, раскроют все карты. А сейчас мы погрузимся в один из самых сенсационных и загадочных эпизодов последних лет. В декабре 2020 года Хаим Эшет, бывший глава Израильского космического ведомства, сделал шокирующее заявление. Инопланетяне существуют, и они уже давно сотрудничают с правительствами США и Израиля. Более того, он утверждает, что инопланетяне работают с американскими астронавтами на секретной базе на Марсе, в рамках альянса, который он назвал «Галактической Федерацией». Эти заявления потрясли мир, вызвав множество вопросов. Каковы истинные мотивы инопланетян? Почему они решили вступить в контакт с людьми? И что скрывают мировые лидеры? Погрузимся в детали этой удивительной истории. Хаим Эшет – человек, заслуживший уважения за свою долгую карьеру в оборонной и космической промышленности Израиля. На протяжении почти трех десятилетий он возглавлял космическое агентство при Министерстве обороны Израиля. Он был ответственен за развитие системы спутникового наблюдения и за создание множества передовых космических технологий. Эшет получил множество наград за вклад в безопасность страны и сотрудничество в международных космических программах. Однако в 2020 году Эшет удивил мир, когда заявил, что инопланетяне уже давно посещают Землю, но информация об их существовании скрывается от общественности. Эшет рассказал, что инопланетяне входят в Галактическую Федерацию – альянс разумных существ, которые наблюдают за развитием человечества. По его словам, контакты с инопланетянами происходят уже несколько десятилетий, и США активно сотрудничают с ними в рамках совместных проектов. Одним из самых поразительных утверждений Эшета стало заявление о том, что на Марсе существует подземная база, где работают инопланетяне и американские астронавты. Эта база, по его словам, является частью межгалактического проекта, направленного на исследование космоса и развитие передовых технологий. Эшет утверждал, что инопланетяне предпочитают оставаться в тени, так как считают, что человечество еще не готово принять их существование. По его словам, контакты с внеземными цивилизациями были налажены в середине XX века, и с тех пор правительства США и Израиля совместно работают над проектами, основанными на внеземных технологиях. Он также отметил, что одной из причин, по которой инопланетяне скрывают свое присутствие, является страх, что раскрытие этой информации вызовет массовую панику среди людей и приведет к социальным и экономическим потрясениям. Эшет также рассказал, что инопланетяне помогли людям создать технологии, которые находятся далеко за пределами того, что сегодня доступно широкой публике. Эти технологии включают в себя новые источники энергии, антигравитационные двигатели и устройства, способные совершать межзвездные перелеты. Однако эти открытия остаются секретными, так как их раскрытие может серьезно изменить баланс сил на Земле и нарушить установившийся мировой порядок. Заявления Эшеда стали частью более широкого контекста растущего интереса к теме НЛО и внеземных цивилизаций. В последние годы все больше экспертов и бывших сотрудников военных и космических ведомств высказывают предположения о том, что правительство США давно знает о существовании НЛО, но скрывает информацию об этом. В 2020 и 2021 годах Пентагон был вынужден рассекретить некоторые документы, в которых подтверждается наличие неопознанных летающих объектов, чье поведение не поддается объяснению с точки зрения современных технологий. Эшед утверждал, что многие из этих объектов на самом деле являются внеземными кораблями, которые используют технологии, переданные людям инопланетянами. Эти корабли могут перемещаться на невероятных скоростях, совершать резкие маневры и оставаться невидимыми для радаров. Эти же технологии используются в секретных проектах на базе на Марсе, где ученые и астронавты из США и Израиля работают совместно с инопланетянами. Эшед также отметил, что инопланетяне из Галактической Федерации обладают глубокой заинтересованностью в будущем человечества. Они следят за развитием нашей цивилизации и пытаются помочь нам избежать глобальных конфликтов и экологических катастроф. По словам Эшеда, инопланетяне уже несколько раз вмешивались в ход истории, предотвращая ядерные войны и помогая разрешить глобальные кризисы. Однако они делают это крайне осторожно, чтобы не нарушить естественное развитие человеческого общества. Он также подчеркнул, что инопланетяне обладают гораздо более высокими этическими стандартами и знаниями, чем человечество. Они не просто передают технологии, но и помогают людям понять, как правильно их использовать. По его словам, основная цель инопланетян – это содействие мирному развитию Земли и подготовка человечества к вступлению в Галактическую Федерацию. Однако, пока человечество не достигло определенного уровня развития и моральной зрелости, инопланетяне не планируют официально раскрывать свое присутствие. Как и следовало ожидать, заявления Эшеда вызвали резонанс и были встречены как с энтузиазмом, так и со скептицизмом. Многие уфологи приветствовали его откровения как подтверждение их многолетних исследований и теории о контактах с инопланетянами. Однако среди ученых и представителей космической отрасли возникли сомнения. Многие специалисты считают, что заявления Эшеда больше похожи на фантазию, чем на реальность. Нет никаких конкретных доказательств существования Галактической Федерации или базы на Марсе. Критики указывают на то, что Эшед, будучи в возрасте 87 лет на момент интервью, мог просто фантазировать или поддаваться влиянию теории заговора. Тем не менее, его репутация и многолетний опыт работы в космической отрасли заставляют задуматься, действительно ли у него была информация, о которой он не мог говорить ранее. Несмотря на это, официальные лица США и Израиля не сделали никаких заявлений, которые бы подтверждали или опровергали слова Эшеда. История Хаима Эшеда – это одно из самых захватывающих заявлений в мире уфологии и теорий заговора. Его утверждения о существовании Галактической Федерации и сотрудничестве инопланетян с американскими астронавтами на Марсе вызывают множество вопросов и порождают споры. Возможно, его заявления – это лишь плод воображения. Но учитывая его опыт и заслуги, стоит ли полностью отвергать такую возможность? Как бы там ни было, тема НЛО и контактов с инопланетянами остается одной из самых обсуждаемых и мистических тем современности.